Доброе утро подписчики моего канала, с вами на связи Казак Истоправ. Сегодня мы наконец-то снимаем обещанное видео по шейно-грудному остеохондрозу. Значит, что такое остеохондроз? Остеохондроз это системное заболевание, связанное с образом жизни, с нашим естественным старением, в которое включаются дегеративные заболевания как из самой кости тела позвонка, так и межпозвонкового диска, то есть хряща. Эти структуры видоизменяются, на них могут нарастать костные наросты или солевые отложения, остеофиты или в простонародье шипы. Изменяется сама структура, форма тела позвонка. Стареет диск, он дегидрирует, то есть теряет жидкость и становится таким хрупким. Впоследствии может развиться потрузия или грыжа диска, что очень страшно. Поэтому для того, чтобы этого не случилось, я вам предлагаю делать зарядку на шейно-грудной переход. И вся зарядка должна быть направлена на прогиб назад. Почему? Потому что в основном люди всегда находятся в положении чуть согнутого вперед. То есть вот сидим мы вот так вот, пишем что-то, за рулем вот так вот. Даже если ровно сесть, все равно голова чуть вперед падает. Потом печатаем, да, я не знаю. Ну, практически вся сфера деятельности, даже если вот мы ходим, мы ходим не вот так вот, развернуто. Грудь вперед, плечи назад, вот так мы должны ходить. Понимаете, никто так не ходит. Все ходят вот так вот. Вот, вот, сгорбились, сутулились и пошли. Некоторые вообще вот так голову еще втянули в плечи и пошли. То есть, как рассказывал Иван Царевич, с поднятой головой, как ходят настоящие цари, никто так не ходит. Вот поэтому у нас и случается здесь, что позвонки вот так вот назад выпирают, дарсально. То есть, передние отделы межпозвонкового пространства сжимаются, а задние раскрываются. И туда, в сторону спины, назад, выходят диски. И таким образом происходит грыжевое выпячивание. Ну, сначала протрузия, а потом грыжи. И поэтому всю зарядку пытайтесь настроить на прогибы назад. То есть, вот когда мы занимаемся, там, к примеру, вот вытягиваемся, да, первое упражнение, мы стали вытягиваться. Прогибы назад, легкие. То есть, пяточки, носочки вместе, ручки вверх. И на выдохе. Назад. Вместе с головой. Назад. Назад. Потом, руки, плечи. Вот эти вот простые упражнения, наискось, очень хорошо помогают. Сколько раз делать? Ну, раз 20 на каждую руку. Можно больше. Потом, вот если брать в руки спамер, так делать. Вот так прогибаться можно. Потом можно прогибаться, поза защитника я называю. Вот в карате есть такие блоки. Вот. И мы как бы закрываемся, раскрываемся. Вдох. Скрутились. Выдох. Раскрутились. Лопатками сильно позвонки выдавливаем вперед. И головой, и шеей, как рычагом работаем. Раскрываем передние отделы, чтобы диск уходил сюда вперед. Тем самым освобождая зажатые сзади нервные окончания или заднюю продольную связку, которой много болевых рецепторов. Чтобы вот здесь вот все освобождалось. Так же самое можно делать сидя. К примеру, едете вы за рулем. Пробка. Или светофор долгий. Вы остановились. Машину поставили. Сидя. Поработали. За компьютером. Поработали вы минут 20, 30, 40. Чувствуете, начинает у вас затекать. Даже если не чувствуете, остановитесь. Поделайте медленные наклоны головы вперед-назад. В одном из видео есть, где я делаю 250 раз. Вот так вот. И очень хорошо помогает. И ручками. Тут вся фишка в том, что надо локтем, как рычагом, пользоваться. Выворачивать лопатки. Мышцами спины стягивать лопатки. То есть там включаются очень сильно ромбовидные мышцы. Верхняя и нижняя. Они как раз отвечают за то, что сводят лопатки вместе. Включается трабец, широчайшая. И вот самой шеи, головой как рычагом, заталкиваем назад. Понятно, да? Ну, прогибы я уже показал. Потом, если у вас есть турник или дверной косяк проем, вы становитесь на него. Ручки сюда ложите. И вот так прогибаетесь. Можно выше. Вот так вот. Ну, турник не обязательно. Можно в любой проем косяк двери вот как раз лучше. Там высота чуть-чуть пониже. Турник как раз нету полочки одной, чтобы... А вот дверной проем очень удобно. Только руки ложим не ладошки, а вот этими частями, кистями ложим. И у нас, получается, идет вламывание позвоночника. На прогиб назад. И отделы раскрываются. Вот таким образом, если вы будете делать регулярно, в день надо делать как минимум две зарядки. Одно утром, одно вечером. Это минимум. И вот в течение дня, самое главное, включаясь в работу. Через каждые 40 минут за компьютером. Через каждый час за рулем. Вот нельзя допускать гиподинамию, чтобы эти отделы не двигались. И в них не происходило застой крови. Когда позвоночник не работает, в нем происходит застой ликорной жидкости, крови. Естественно, не поступает кислород, питательные вещества. И вот из-за этого происходит омертвение этих всех структур. То есть связок мышц, костных, дисков. И развивается стихомброс. То есть не дайте себе засохнуть, как говорится. И пейте, естественно, побольше чистой воды без солей кальция. Найдите хорошую воду, чтобы там было минимум солей кальция. Потому что вот как раз они и откладываются у нас на позвонках, на самых телах, позвонках. И когда вы делаете рентген, там видны такие вот как крючочки. Так их и называют в описании крючковидные отруски. Или шипы, остеофиты. Вот это они как раз из-за солей кальция. Не из-за тех солей, что вы в солянке кушаете. Вы там много сильно не скушаете. Ну, естественно, если кто-то много любит соленого, то да. Но, как правило, люди пьют неправильную воду. Вот если вы будете правильную воду пить, у вас не будет этих отложений. Вот, в принципе, и все. Еще будет второе видео, в котором я покажу, как можно это делать лежа. С помощью специального валика. То есть прогибать этот отдел. А пока все. С вами на связи был Казак Костоправ. Казак Костоправ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И советуйте это видео своим друзьям. Пока.